Добрый день, уважаемые коллеги. Мы уже не первый раз обсуждаем вопросы законодательной деятельности, определяющие перспективы развития регионального нормотворчества. Отмечу, что за прошедший год и в ходе бюджетного процесса, и в процессе законотворчества регионы научились полнее использовать возможности, появившиеся в результате разграничения предметов ведения и полномочий. В ряде территорий сумели весьма решительно сосредоточить свои внутренние ресурсы на приоритетных направлениях, которые одинаково важны для решения общегосударственных задач и целей развития той или иной территории. Всячески поддерживаю активное влияние регионов на совершенствование федерального законодательства. В итоге повышается качество и общенациональной правовой базы, и законов самих субъектов Российской Федерации. Еще раз подчеркну, укрепление единства правового пространства остается нашим важнейшим общенациональным приоритетом. И эта трудоемкая задача должна быть предметом систематической, постоянной деятельности законодательных органов, органов-субъектов Российской Федерации. При этом обращаю особое внимание, что по информации Министерства юстиции России, только в десяти субъектах Федерации полностью совершена работа по приведению собственных правовых актов в соответствии с федеральными. Конечно, огромная работа выполнена, по самым важным, приоритетным направлениям основные вопросы закрыты, но работы, как видим, еще очень и очень много. Кроме того, как уже показала реализация национальных проектов, о которых мы сегодня тоже будем говорить, имеющиеся пропелы регионального законодательства серьезно тормозят решение важнейших социально-экономических задач. Принятых нами совместно и в конечном счете могут обернуться настоящими черными дырами для бюджетов всех уровней. Так значительная часть неурегулированных вопросов относится к реализации проекта «Доступное и комфортное жилье». Мы с вами прекрасно понимаем, что это одна из самых острых, вечных проблем для нашей страны. И именно поэтому мы должны особое внимание обратить на то, что происходит в этой сфере. А между тем не приняты акты, необходимые для запуска в территориях отдельных положений земельного и градостроительного кодексов. Они ведь не случайно принимались. Без их реального функционирования в территориях не удастся решить всех стоящих в этой сфере вопросов. В частности, с субъектами Российской Федерации необходимо самостоятельно урегулировать вопросы территориального планирования и размещения объектов жилищного строительства. Порядок установления границ городов и поселений. Я очень рассчитываю, что в ходе сегодняшнего разговора мы проясним, что этому препятствует и какие подходы к решению здесь имеются. Какие решения должны быть приняты. Далее. В нормативных правовых актах целого ряда регионов выявлены серьезные нарушения норм федерального законодательства. Больше того, часть этих нарушений ведет к ограничению прав и свобод граждан. И это абсолютно недопустимо. В том числе, неоправданно сокращается перечень льгот на оплату жилья и коммунальных услуг. Сужается круг лиц, имеющих право на льготы и субсидии, а также на получение жилищного сертификата. Считаю, что региональные законодатели и Совет, Ваш Совет, также должны самым предметным образом проанализировать практику применения на местах норм земельного кодекса. Часто, к сожалению, местными администрациями нарушается порядок проведения конкурсных процедур. Есть случаи отказов от проведения открытых аукционов по отделению участков под жилую застройку. Навязываются дополнительные оприменения при подключении домов к инженерным сетям. Как мы с вами хорошо знаем, хорошими намерениями выложена дорога в ад. Как только начинаются эти оприменения, якобы для того, чтобы жизнь людей была лучше, в конечном итоге получается хуже. Все это оборачивается реальным торможением для национальных проектов и решения конкретных задач, которые перед нами стоят в области социальной политики. Прошу региональные законодатели и их контрольные органы оказать муниципалитетам непосредственное содействие в развитии полноценных, сугубо рыночных институтов в сфере жилищного строительства. И, наконец, существенный блок задач встает перед территориями в области бюджетного законодательства. Сегодня в ряде субъектов федерации объемы собственного финансирования, образования, здравоохранения, жилищной сферы и агропромышленного комплекса превышают ассигнование федерального бюджета. Это вкупе со средствами, выделенными на нацпроекты, дает серьезные возможности для эффективного решения социальных проблем людей. Обращаю внимание, столь значительное аккумулирование сил и средств на прорывных направлениях в конечном итоге должно привести к энергичной модернизации всех названных отраслей. Это стратегическая задача. И прошу о ней, как и федеральные ведомства, так и органы власти в территориях никогда не забывать. Сегодня у нас есть все предпосылки для кардинальных перемен в социально-экономических условиях жизни в России. И надо максимально воспользоваться этим для качественного роста благосостояния наших граждан. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, сегодня мы с вами еще обменяемся мнениями более предметно по всем вопросам, которые я затронул в своем вступительном сфере. Благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...